Здравствуйте, друзья! С вами снова на связи Людмила Королёва. Сегодня мы начинаем очень важную тему. Как произвести нужное и правильное впечатление о себе в интернете? Конечно же, это ваши фотографии, об этом мы говорили в другом уроке. Но сегодня мы поговорим о том, как правильно рассказать свою историю. Это вам будет нужно постоянно при создании блога и различных страниц в интернете. Некоторые люди вообще ничего не пишут, не придают этому значения. А некоторые пишут длиннющие истории со всеми подробностями, которые никому не интересны. Их никто не дочитывает даже до середины. Они описывают подробно, где родился, где крестился, сколько раз женился и разводился, в каких компаниях перебывал, как плохо жил. А в завершении дают рекламу своему дуничному бизнесу и перечисляют все свои ранги и регалии, и в конце призывают свой бизнес. Такие истории больше оттолкнут от вас людей, чем притянут. Друзья, запомните, ваша история должна вызвать эмоциональный отклик, притянуть к вам вашу целевую аудиторию. Никому не интересен подробный перечень всех событий в вашей жизни. И уж тем более там не должно быть никакой рекламы. Прочитав вашу историю, человек должен подумать. Этот человек мне близок по духу. Я хочу с ним общаться. Мне будет комфортно вместе с ним делать бизнес. Я смогу у него поучиться, мне хочется за ним идти. И еще одно. История не должна быть длинной. В 10-30 строк не более. Такая, чтобы если вы ее рассказываете, она прозвучала не более 30-60 секунд. Это из разряда презентации в лифте. Что это значит? Чтобы вы успели рассказать ее в лифте, пока поднимаетесь с кем-то на нужный этаж. Ваша история должна вызвать желание продолжить с вами общение, притянуть к вам людей, близких вам по духу, а в конце вашей истории обязательно должен быть призыв к действию. Желательно на странице с историей поставить фото. Это не должно быть деловое фото. Просто фото, показывающее вас как живого и приятного человека. Ваше деловое фото расположено в вашем профиле. Вы можете поставить даже фото на природе, или фото вашего города, или в семейном кругу. А сейчас я покажу вам несколько историй для примера, чтобы вам легче было написать свою неповторимую, но привлекательную историю. Итак, история первая. Это будет моя история Людмилы Королевой. Читаем эту историю. Привет, друзья! Меня зовут Людмила Королева. Родилась я в семье кадрового офицера по месту его последней службы в Узбекистане. Когда мне исполнилось 4 года, мой папа вышел в отставку под полковником ВВС, и наша семья вернулась в Ленинград. Там я прожила большую часть своей жизни. В 1991 году я уезжала из Ленинграда. Пока была в пути 5 дней, этот город стал называться Санкт-Петербург. Обожаю этот город, мечтаю сделать о нем фильм. Последние 20 лет живу в Израиле. Мой папа по призванию геолог, по жизни военный. Моя мама по призванию певица, по образованию зубной врача, по жизни директор книжного магазина. Я по призванию дизайнер, по образованию экономист, по жизни деловая женщина. В 2000 году вышла на просторы интернета. Последние несколько лет занимаюсь бизнесом через интернет. Вот так кратенько обо мне. Но скоро я напишу здесь о своей жизненной философии и сделаю интервью с самой собой. Вы всегда можете связаться со мной напрямую. С радостью пообщаюсь. Видите, здесь в этой истории выдержаны все правила. И дам такой эмоциональный отклик. И люди, которые близки мне по духу, они, естественно, ко мне обратятся. И видите, фотография в прекрасном красивом месте, недалеко от горы Менгейда. Очень красивое, замечательное место. Вызывает вот эта вот история. Ну, такое к задушевному общению хочется с таким человеком общаться. Кстати, в конце истории можете вот так же указать свои реквизиты, как это сделала я. Давайте перейдем ко второй истории. Следующая история. Это история Валентины Борисовой. Читаем. Добро пожаловать в гости. Меня зовут Валентина Борисова. Родилась на Южном Урале в Копейске. С 1982 года и до сегодняшнего дня живу в Тольятти. Работала на автовазе. Когда первый раз пришла на завод, поразили корпуса завода и масштабность территории. Внутри завода даже ходит автобус, а для оперативности обслуживания нам выдавали велосипеды. Меня все это поразило и впечатлило. Ну и, конечно, большой теннис всегда был со мной. Об этом я писала здесь. В 1987 году началось время перемен. В начале мы, как обычно, думаем, что перемены нас не коснутся, но в жизни все по-другому. Да еще ближе к пенсии, начинаешь задумываться, а проживу ли я на пенсию, достаточно ли будет средств для достойной жизни. И я нашла для себя решение этой проблемы в сетевом маркетинге. А недавно я обратила внимание, что сетевой маркетинг бурно развивается, да еще и активно использует высокие технологии. Поэтому я приобрела ноутбук, вышла в интернет и сделала свой блог. Теперь начинаются новые этапы моей жизни. Вы видите, вот она поставила здесь фотографии, которые действительно вот ее впечатляют по жизни. Поделилась какими-то своими вещами, передала эмоции. Нет никакого негатива, вот как обычно люди пишут, ой, так стало все плохо. Она просто написала, что стала задумываться, пришли перемены. И она отреагировала на эти перемены и сделала новый шаг в своей жизни. Это история Юлии Мельцер. Давайте знакомиться. Я родилась в теплых краях в Пятигорске. Потом пожила 10 лет в холодных мурманских краях. Потом снова в Пятигорске. И вот уже 14 лет живу уже совсем в теплых краях в Израиле. Люблю животных, особенно лошадей. Хотя дома есть две собаки, кот и попугай, лошадку поставить негде. Люблю книги, хорошую музыку, природу, путешествия и вкусно покушать. Больше всего я люблю свободу. И теперь я нашла способ, как быть свободной во всем. Я не жадная. Если захотите, я с вами поделюсь этим способом. Вы видите, замечательная фотография в очень интересном месте. Есть у нас такой сад орхидеи в Израиле. И она написала о том, что она любит, где она жила. И как она видит себя в будущей жизни, призывает к общению с собой. История Ады Хрущ. Здравствуй, дорогой читатель. Меня зовут Ада Хрущ. Родилась я на Украине. После окончания института по распределению попала в Туркмению. Последние 15 лет живу в Израиле. У меня два замечательных сына, которые живут уже совершенно самостоятельно. Я считаю себя счастливым человеком, потому что всегда дело, которым я занималась, приносило мне кайф. Сделала в своей жизни довольно удачную карьеру, увлекаюсь живопостью, скульптурой, рукодельем, поделками из камня, дерева и различных металлов. Люблю маленьких детей и животных. Уже много лет занимаюсь бизнесом, не хочу ни на кого работать. Хочу сама руководить своей жизнью, что с успехом и делаю. С удовольствием помогаю людям, которые тоже хотят жить так же, обрести уверенность в себе и добиться успеха. Несколько лет назад вышла на просоры интернета, много училась, конечно, были ошибки. Но теперь я владела некоторыми методами ведения бизнеса через интернет. Чем я хочу с вами поделиться. Я помогу вам научиться, что нужно делать и самое главное, что ни в коем случае делать не надо. Буду очень рада, если мой опыт поможет вам в решении ваших мечтаний. Вы видите, следующая история. Фотография Ада была на замечательной выставке. Вот вы видите здесь на этой фотографии. Сзади пизанская башня. А вы знаете, друзья, что это выставка песчаных скульптур. И башня сделана из песка. Вот тоже такая интересная фотография. Она рассказала о своей семье, рассказала, чем увлекается, как решила для себя жить и предложила вам свою помощь. История Татьяны Прокопенко. Приветствую вас на моем блоге. Расскажу немножко о себе. Я родилась на Украине, в Донецке уже 10 лет. А мы с семьей живем в Израиле. Моя семья, мои дети – это для меня все. И у меня трое детей. Я хочу, чтобы мои дети жили не той жизнью, которую они могут себе позволить, а той, которой они хотят жить. Когда-то я работала на хорошо оплачиваемой, но невыносимо скучной работе от звонка до звонка. И она меня раздражала. Я очень свободолюбивый человек. Я люблю заниматься с детьми и творчеством, всякими интересными вещами. Но на это никогда не хватало времени, потому что надо было зарабатывать на жизнь. Когда мы переехали в Израиль, я решила, больше никогда не буду работать на дядек. Я буду жить свободной, независимой жизнью. Я много училась, читала, посещала разные тренинги. В том, начало действовать. А свое решение я притворила в жизни. Теперь я хочу поделиться с вами своим опытом. Если вы тоже приняли для себя такое решение, я буду очень рада, если вам пригодятся мои советы. Вот тоже история, которая полностью отвечает всем этим канонам. Чуть-чуть о себе, где жила, где сейчас живет, о семье. Так совершенно кратко. Что не нравилось вообще на работе, почему решила заниматься бизнесом. Действительно, вот она пишет о том, что она училась. И тоже рада поделиться и призывает вас брать ее советы. И вы видите фотографии. Она сидит, отдыхает в очень хорошем отеле. В Тель-Авиве мы там вместе тоже были на одном интересном мероприятии. И вот вам еще одна история. История Андрея Гавришина. Даже не знаю, что рассказать о себе. Да и будет ли вам интересно читать обо мне. Человек хочет слышать о себе, а не о другом. Но для тех, кто все-таки захочет познакомиться со мной, можете поближе это сделать здесь. Это он дает ссылку на другую страничку. А вкратце хочу сказать, что однажды я встретила потрясающую девушку, которая стала мне женой. У нас замечательная дочь. Я их очень люблю и хочу построить для них жизнь мечты. К этому я и иду. А интернет мне в этом очень помогает. Благодаря постоянной учебе, книгам, семинарам, курсам и так далее, я смог создать неплохой доход, который позволяет мне быть дома с семьей. Наблюдать, как растет моя дочь, участвовать во всех событиях важных для нее, путешествовать и работать из дома, используя всю мощь новых технологий и интернета. Вы всегда можете связаться со мной напрямую и задать вам вопросы, всегда готов поделиться опытом и помочь. Вы видите, какая классная история. Ничего лишнего, никаких нудных вещей. Андрей просто рассказал о том, как он смог решить вопрос, чтобы быть семьей, посвящать время своей замечательной дочке, заниматься вместе с ней важными для нее делами и при этом заниматься тем, чем он хочет и достойно обеспечивать свою семью. И вы видите, что здесь на фотографии он со своей замечательной дочкой, для которой, в общем-то, он сейчас и делает свой бизнес, и он счастлив вместе со своей семьей и может жить той жизнью, которой он хочет. Вот видите, шесть историй совершенно разных, но все они полностью вызывают эмоциональный отклик их целевой аудитории. Я приготовила для вас шпаргалку, примерный план вашей истории. Напишите, как вас зовут, ваше имя и фамилия, где вы жили раньше, в какой стране, где живете сейчас, в чем увлекаетесь, что любите, кто вы по профессии, чем занимались, о чем мечтали, к чему стремились, в чем себя сегодня нашли и что вы это все время искали. Или закончите тем, что вы рады поделиться своим опытом и быть полезным. Теперь напишите свою историю, используя этот план. Помните, не более 10-30 строчек. Попробуйте ее проговорить. Она звучала не более минуты, тогда все нормально. Отправьте эту историю в цепочку с домашним заданием. Мы проверим ее, дадим вам советы, что там надо поправить, вместе поработаем над ней, доведем ее до совершенства, сделаем ее такой, чтобы она вызывала эмоциональный отклик в вашей целевой аудитории. И когда она будет совершенно правильной, вы сможете ее разместить на своем блоге в разделе об авторе. А теперь за дело. С вами была Людмила Королева. До связи на следующем уроке.